Всем привет-привет! Это новое видео на моем канале. И сегодня я к вам с таким видео, которое, наверное, очень редко появляется на моем канале. Да я уже и не помню, было ли такое. В общем, это будет обзор вот этого альбома. Это не первый мной сделанный альбом, но первый, наверное, который я запишу обзор на него. Конечно же, я сделаю фотографии и тут потом подальше, поближе детальки все размещу, покажу, чтобы можно было и поближе посмотреть. Ну что, поехали смотреть, что же там внутри у него. Этот альбом был сделан на заказ. Мне его заказали в подарок на свадьбу. И он должен был быть что-то вроде свадебный-семейный альбом. То есть они там еще в ожидании, молодая пара, я имею в виду, в ожидании малыша. И там, скорее всего, будет девочка по предварительным УЗИ. Вот. И, в общем, что-то меня это как-то вдохновило. И я решила сделать альбом. Ну, как бы я это ни пыталась бы сделать его более таким построже. Да, все-таки это для семьи, для пары, не девчачьи. Но у меня получился вот такой нежный, прям вот для девочек. Да, вот прям очень-очень нежный. Такой весь прям мими какой-то получился. Никак я не смогла от этого отойти. Да, и никак не смогла устоять. В общем, я вообще в диком удовольствии. В общем, мне очень-очень он нравится. И, в общем, как-то вот так вот получился. Давайте посмотрим, что на обложке. Вот обложка, конечно, у меня всегда дается, ну, сложнее. И я к ней отношусь очень так, там, не знаю, я к ней отношусь ответственно. Потому что, как говорится, встречают по одежке, да. Ну, то есть самое главное для меня это обложка. Я даже когда смотрю вот работы других, да, девочек, то первым делом, конечно, смотрю на обложку. И если мне работа нравится именно с обложки, то я могу даже себе для вдохновения сохранить одну обложку. Даже мне уже не важно, что там внутри, какое оформление внутри. Мне важно, какая обложка, насколько она интересна, насколько она гармонична и, ну, красива, да, со всех сторон. Вот. И я не сохраняя внутренности, даже если обложка, ну, такая не очень, а внутри альбом оформлен, ну, просто волшебно, чудесно, я все равно без обложки. Обложка мне уже не вдохновляет и мне уже неинтересно дальше смотреть. Ну, это вот мое такое ощущение, мои такие вот, так сказать, не знаю, предпочтения, что ли. Вот. Поэтому для меня обложка это очень-очень важно. Поэтому я к ней отношусь очень так ответственно. И, естественно, она у меня, изготовление ее затягивается надолго. Потому что внутренности я сделала быстро. Ну, для меня это быстро, неделя. За неделю я сделала все развороты. Ну, это плюс собрать материалы, подобрать, все подобрать, все украшения, настроиться, порезать картон, картсток. То есть, все-все-все на альбом обложки. То есть, все-все-все я порезала. И, то есть, на всю эту сборку плюс оформление мне ушла неделя. И на обложку, над обложкой я думала еще дня три, наверное. Просто у меня лежала пустая вот такая обложка. Я подходила по нескольким минутам в день. Я занималась другими своими заказами. Но обложкой я занималась, ну, по чуть-чуть, да, так, дозированно. Какой-то один элемент, вспомню, у меня есть. Я его положу на обложку, еще положу на обложку. Потом я нашла надпись. И, собственно, от этой надписи все начало и плясать. Я решила сделать композицию вытянутую. Так как альбом сам вытянутый, размеры не сказала. Альбом 20 на 16. Такой небольшой. Но здесь поместились фотографии даже 10 на 15. Потому что, так как большинство людей даже понятия не имеет, да, как печатаются, и где печатать, и что вообще дальше делать. Ну, с фотографиями, я имею в виду, нащелкали. И они, как говорится, хранятся там где-то на компьютере, на телефоне. Вот. И, то есть, тут заморачиваться с какими-то еще и нестандартными фотографиями, типа 7,5 на 10. Такие вот какие-то квадратные 10 на 10. Ну, не везде. Во-первых, не каждая лаборатория, фотолаборатория их печатают. Вот. Чаще всего это самые стандартные. Это 10 на 15, 9 на 13. Ну, я их тут и разместила. Ну, так, ладно, отошли от темы. И что здесь использовано? Чеборд. Вот чеборд, я не помню чей. Чей не помню, не могу сказать. Вот это сердечко, это из набора от Примы. Детский набор чеборда. Вот это вот оттуда. Дальше это цветочек мой. Мой цветочек это от Примы. Сюда цветочек. Это я делала сама. Вот это тоже сама. Вот это вот от Примы. Примовский цветочек. Дальше лепная фигурка. Тоже сама делала из глины. Ну, и дальше тут ленточки. И вот эта вот вырезалочка. Это из, наверное, можно сказать, предпоследней коллекции от Примы. Сейчас покажу. Вот эта коллекция. Классная коллекция. Нежная. Такая прям супер. И, в общем, я вырезала этот элемент. Из листа. Правда, 30 на 30. Вот из такого листа. Вот из такого листа. Но он у меня есть 30 на 30. Вот тут вот такие же элементы. Вот они, букетики. Вот один из букетиков я вырезала. И его тут вот применила. Один у меня находится внизу. Тут вот торчит. И один букетик побольше там. Вот он. Если ее присмотреться, то он там вот тоже внутри где-то есть. Вот тут торчит немножко. Вот. И плюс кисочки. Кисочки вообще классно смотрятся. Вот эти кисочки. Кисочки я показывала в какой-то закупке с Алиэкспресс. В покупках, точнее, с Алиэкспресс. Это вот Алиэкспресс. Кисочки классные. Разных-разных цветов. Разных-разных оттенков. В общем, супер. И такие вот они не очень большие. Не очень толстенькие. И прям такие классненькие. Очень мне нравится, как они смотрятся. Дальше кружево. Ну, тут все понятно и так. Здесь вот это Братс от Скрабберис. Какая-то зимняя коллекция была. Старенькая. Вот она сюда подошла. Мне кажется, даже такие же розочки, как... Почти как вот тут вот. На этой высечке. Ну что, хватит с обложкой. Давайте переходить уже к... Что же там внутри. Обзор именно с разговором. Сначала хотела записать обзор такой быстренький. Под музычку. Но потом поняла, что лично мне такие не нравятся. Я не люблю обзоры смотреть и мастер-классы, и обзоры смотреть под музыку. Мне это неинтересно. То есть мы работаем, да, там что-то делаем. Творчеством заняты. И мы как смотрим видео? Ушами, да? Ушами. То есть мы слушаем. И изредка там посматривая на экран. Вот. Поэтому для меня, например, формат с озвучкой под музыку не подходит. Вот. Я решила, что все-таки какой-то разговор, объяснение должно все-таки присутствовать. Либо такое вот прям сразу при записи, либо с наложением голоса. Вот такой первый разворот. Здесь два формата. Здесь 10 на 15. Да, он прям получился. Видите, подложка получилась прямо на стык-встык, на всю страничку. Ну и ладно. Вот здесь 9 на 13. Здесь у нас большие такие вот они разворачиваются, разворачиваются. И здесь помещается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь фотографий вот на такую большую подложку. Подложку внутри я еще буду клеить, вырубать подложки. Я их еще не врубала. Это мне надо будет заняться. Здесь тоже. Только вертикальные. То же самое. И вот такие вот здесь композиции. Здесь уже использованы букетики от Пятницы 13. Это букетики. Сейчас покажу. Вот этот наборчик от Пятницы 13. Вот такая весенняя бумажка. Классная тоже бумажка. И вот смотрите. Здесь такие теплые оттенки. Вообще вот она коллекция такая какая-то тепленькая. А эта более такая похолоднее, на мое ощущение. И вот они вдвоем очень хорошо даже сочетаются. Я их попыталась кое-где как-то совместить. Это вырезала я из листа 30 на 30. У меня тоже было отдельно. Я заказывала. И вот классно они вот здесь вот очень даже пошли. Здесь вы видите, что я использовала картсток. У меня... Ну, как-то я решила не использовать здесь бумагу. Скраб-бумагу, да. То есть я взяла картсток. Он у меня плотный, 300 грамм. Вот я его вот так вот затонировала, украсила. Видите, все там блестит, переливается. Он вообще матовый. Вот эти перемычки, они перламутров. Корсток, он перламутровый. А вот эти вот как раз на форзуцах у меня здесь матовый корсток. Он такой вот какой-то с фактурой. Немножко с полосочками. Вот видите, там полосочки. Вот они. Вот и я его через трафаретик затонировала фон. И вот он такой вот классненький получился. Тонировала здесь красками. Красками. Два вида красок от Latouart. По-моему, называется розовый и зеленый. Вот я не пойму. Не зеленый, другого производителя. Не помню, чей производитель. А розовый, да, это вот Latouart. Сейчас покажу, какими красками. Вот на этом развороте я использовала вот эти вот две краски. Одна вот такая. Она с мелкими частичками. С глиттером я имею в виду. Очень-очень такой нежный, деликатный такой блеск. Очень похож на примовские краски. Но цена на нее гораздо дешевле. Эта краска, где я бы купала в Леонардо, стоила 200 с копейками рублей. Вот эта 300 тоже с копейками. Не помню, 320-350 рублей. Вот это уже с перламутром идет. То есть я сочетала две краски. Одна немножко с перламутровым таким вот оттенком. Вторая с блеском, с глиттером. Вот эти две краски здесь вот у меня представлены на этом развороте. Плюс брызги белой краской и брызги еще краской от... Вот если посмотреть, то они вот тут блестят. Тут блестит, вот тут вот смотрите на подложки. Вот видите, как блестит. Это уже блестит примовская красочка. Такое золото там какое-то. Ну что, поехали дальше. Второй разворот вот такой вот. Это подложки, это бумага от Scrap Mir. Там какая-то коллекция, что-то с персиком, что-то связано. Сейчас покажу. Вот, вот этот вот наборчик. У меня он 20 на 20 и несколько листов полисно. Вообще собиралась из него делать полностью весь альбом, полностью использовать всю эту коллекцию. Ну вот она мне не вдохновила. И я ее больше пустила на какие-то подложки, на какие-то кусочки. Там-сям. То есть полностью она мне, ну не для оформления, именно для какой-то красоты или вырезалки вообще мне не зашли. Ну, я в последнее время вообще как-то к Scrap Mir устала относиться. В общем, не очень. Вот, перестала мне нравиться, перестала меня вдохновлять. Вот, и я хочу уже собрать, наверное, все остатки, которые у меня остались от там свадебной коллекции. И собрать в один мешочек. И, может быть, кому-то пригодится. Может быть, кто-то еще хочется поработать с этими бумажками. Вот, ну или выбросить. В общем, пишите, если кому нужны. Нужны такие обрезочки. Там где-то у меня листы остались даже целые. Вот, если кому нужно, я отправлю. Вот, ну или положу на следующую, так сказать, утилизацию. Так, вот такой второй разворот. Здесь тоже два формата, только уже горизонтальный. Здесь была одна вертикальная, другая горизонтальная. Здесь тоже горизонтальная, уже большая горизонтальная. Тоже на 7 фотографий. И здесь 9 на 13. Здесь уже на 5 фотографий. Так, вот тоже внутри все будет. Дальше вот такой разворот. Это, наверное, мой самый любимый разворотик. Потому что здесь я, конечно, использовала, видите, это уже от пятницы. Из набора тоже у меня был большой. Еще по-листно было еще. Листочки я вот из них. Вот там были карточки на этом листе. И я из них, вот они как раз подошли под 9 на 13, под вырубку, как он называется, подложки. Вот такой левый разворотик. На улице немножко темно и получается прям какие-то неяркие краски. На самом деле он очень красивый, он светленький такой. Мне нравится сам карт-сток. Он, видите, как сам по себе перламутровый. И здесь я уже использовала матовую краску, чтобы хоть как-то ее было видно, что рисунок через трафарет. Вот здесь уже матовая краска использовала от Scrap Ego. Ну, там каракелюрная вот эта вот красочка. Все ее, наверное, знают. Вот. Ну, естественно, она тонким тут слоем, поэтому никакого каракелюра тут нет. Вот. Ну, а так вообще краска каракелюрная. Все вы ее знаете. Цвет зеленый. Зеленый или оливковый, как он называется. Так. Дальше. А, ну, я не показала, как открывается здесь. Самый, наверное, наполненный получается здесь. Так, так. И плюс еще здесь вот так и вот так. То есть так. Здесь еще фото будет. Подложка. И вот так вот, да. Ну, и здесь в сторону. Здесь такой самый наполненный, наверное, будет разворотик. Дальше. Вот такой вот разворотик. Хотя, не знаю, может быть, и вот этот даже самый любимый. Здесь уже использовала. Вот смотрите, здесь есть рамочка. Вот эта рамочка. Это тоже из листа. Тоже из пятницы. Пять-тринадцать тоже. Нет, не этой коллекции. Вот, вот этой коллекции с этими дверьми. Вот эта рамочка тоже оттуда же. То есть вот эта рамочка получилась, как я вырезала внутри. Там была дверь. Я ее вырезала. У меня оказалась вот эта рамочка. И так как здесь рамочка, я решила, ну, какую-то рамочку некую добавить на эту сторону. И, на мой взгляд, получилось так это гармонично. Не знаю. Мне нравится. По крайней мере, на мойке, может быть, не сильно опытный взгляд. Мне очень нравится. Еще мне нравится, как получились здесь брызги вот на подложке. Здесь прям так кучно-кучно они все собрались. Белые. А, сейчас. Белые и вот это вот золото. Фокуса нету, 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 нету. Пытаюсь поблестить немножко. Вот. Чуть-чуть, вот. Чуть-чуть блестит. Солнышко вышло. Вот. Вот такой вот. И здесь тоже дверку использовала. Вот эту. И вот так. Цветочки все здесь использованы мои, кроме на обложке примовской. Так все мои цветочки, которые я сама делала. Очень удобно. Я просто смотрела, какой мне цвет нужен цветочков. Сходила, вырубила, потеснила. И все. Никаких проблем. Даже некоторые у меня даже были заготовки уже готовые. И последний, пятый разворотик. Там подложка еще не приклеена, поэтому она тут убегает немножко. Вот такой. Ну, тут такой попроще. Не стало сильно его тут нагромождать, потому что здесь, скорее всего, в карманчике будут фотографии. Вот. И объем будет здесь такой, я думаю, приличный. Поэтому не стало сильно здесь как-то загромождать, чтобы был объем большой. Вот. Хотя здесь перемычка самая большая, самая жирная перемычка. Полтора сантиметра, по-моему, ее и сделала. Нет, один. Здесь один. Значит, там во всех было меньше. Потому что это самая большая перемычка. Значит, там меньше. Вот. И здесь опять такой, наоборот, уже матовый карсток. Вот. И здесь уже вот опять красочки. Вот эти вот, которые блестят. Здесь, наоборот, матовая. Но ее здесь не видно. А, здесь у меня не краска матовая. Здесь у меня, смотрите, что? Воск. Примовский воск. И он вот вообще здоровский. Зелененький. Ой. Простите. Зелененький. Вот. Видите, как он прям переливается. Там вообще супер-супер. Супер. Вот так вот. Ну и все. И это обложка. И вот такой вот альбомчик. Ну что, вот такой у меня альбомчик сегодня получился. Всех благодарю за просмотр. Если вам интересны такие видео, то, конечно, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. И напишите в комментариях. Ну что, я с вами прощаюсь. До новых встреч. И пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok